10 МРП. Именно такой штраф предусмотрен для автолюбителей за парковку на местах, предназначенных для жителей с особыми потребностями. Финансовые потери, впрочем, не смущают нарушителей, которых, говорят полицейские, год от года становится только больше. В чем же беда? Нехватка мест для стоянки, слабая профилактическая работа может водить или не замечают соответствующие знаки. Правда, вот вопрос, намеренно или нет. В этом разбиралась наша съемочная группа. Знак П, чуть ниже схематично изображен человечек в кресле, еще ниже указан метраж. Каждый водитель знает, это место зарезервировано за автолюбителями с особыми потребностями. Знает-то каждый, да и не каждый соблюдает правила. Рядом с торговыми центрами, цонами, госучреждениями, да практически на каждой стоянке предусмотрены такие места. Но их старательно игнорируют. В первой половине дня рядом с Сатриумом не слишком много машин, однако на места для жителей с особыми потребностями так и норовят заехать. Раз за разом робкие попытки пресекаются направленным объективом телекамеры. Правда, стоило нашей съемочной группе подъехать к цону поисота и махамбета, как тут такая картина. А здесь мы видим самое яркое нарушение. Сейчас объясню почему. Написано, парковка для инвалидов, то есть парковаться дальше 6 метров нельзя. 6 метров это 6 уверенных шагов. Давайте отсчитаем. Раз, два, три. И на четвертом шагу мы упираемся в этот автомобиль. О познавательных знаках, о том, что это лицо с особыми потребностями здесь нет. На лицо самое настоящее нарушение закона. Напоминаем, это первая половина дня. К вечеру, когда большинство парковочных мест занято приехавшими заранее, водители не чураются и закон переступить, установив авто в неположенном месте. Произвестные карают таких нарушителей штрафами. Немалыми, кстати. Речь идет о 10 МРП. Однако, как отмечают правоохранители, нерадивых автолюбителей меньше не становится. Один из них был замечен в районе третьей поликлиники. Часто вы паркуетесь в неположенных местах? Впервые? Первый раз я вообще офицер запаса, инвалид вооруженных сил, но я не оформлял инвалидность, потому что мне это делать стыдно. Поэтому вот это бы напрасно, конечно. Ну ладно. Куда деваться? Куда деваться? Я готов, за что надо оплатить, я оплачу. Там 10 МРП будет, по идее. Хорошо. Скажите, а вы как, вы целенаправленно припарковали здесь или вы не заметили? Нет, я припарковался на свободном месте, поэтому мне нужно было срочно обратиться за помощью. Я обратился. Теперь мужчину привлекут к административной ответственности по статье 594, части 4. С начала года по ней штраф получили свыше 170 человек. Это больше 3 миллионов тенге. При повторном нарушении, кстати, виновник заплатит уже не 10, а 15 МРП. Санкции, между тем, шоферов пугают не сильно. Как показывает практика, нарушителей год от года становится больше. Ежедневно сотрудникам батальона патрульной полиции города Уральска, значит, при обследовании своего маршрута проезжают, где находятся данные знаки, это цоны, где более скопление автомашин, где установлены данные знаки, проводят там профилактическую беседу с водителем, составляя административные протоколы. Но, тем не менее, водитель, несмотря на составление нами административных протоколов, оставляет свои автомашины. Стоит отметить, что в городе более 170 официальных парковочных мест. На каждом установлены знаки для стоянки автолюбителей с особыми потребностями. Алексей Кочемасов, Юрий Серов, Саид Самигула, телеканала «ГЖАИК».